МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня утром на одном из республиканских интернет-ресурсов вышла информация о якобы закрытии в Кустанай единственной казахской школы. В городском Акимате и областном управлении образования поспешили разъяснить ситуацию, опровергнув написанное в статье. Это на самом деле не соответствует действительности. Это полная фейковая информация. Поднимает вопрос сегодня на пустом месте и о том, что о закрытии, которое идет к школе, она и не стояла, и не будет стоять, и тема сегодня закрыта. Кайрат Ахметов пояснил, что ранее обсуждался вопрос о переносе начальной школы номер 24А в здание бывшего колледжа на пересечении Бородина-Победы. Аким отметил, что слухи о закрытии начальной школы и вдовесок гимназии имени Мауленова не соответствуют действительности. Напротив, школ с казахским языком обучения в областном центре станет больше. Наоборот, мы хотим и откроем еще одну среднюю школу с госязыком обучения по улице Победы, пересечении Бородина. То есть новая школа откроется в здании реорганизованного колледжа, и это будет уже седьмая по счету казахская школа в Кустаная. Кроме того, учебные заведения с обучением на государственном и русском языках откроют в микрорайоне аэропорт Юбилейный и Береке. Количество школ из года в год будет только расти. Никто закрывать школы не предполагает и никаких планов нет, особенно городской местности. Личное мнение на брифинге высказала Акын Асия Беркенова, которая отметила, что ранее предлагаемый местными властями переезд начальной школы 24А в помещение больше, был бы весьма кстати. Ведь сегодня там в две смены обучается 585 детей, а рассчитана она максимум на 280 детей. Однако родители от переноса отказались, и в Акимате их мнение учли. Недальновидные родители, живущие в этом пятачке, в этом микро, скажем, именно вблизи этой школы, позаботились только о своем благополучии, только о своих детях. Прежде всего, даже не о детях. Если бы думали о детях, они бы действительно стремились к созданию новой школы, которая будет материально-технической базой более оснащенным, более современным, нежели существующая 24-я школа А. Аким города пообещал подумать, будет ли он подавать в суд на распространителя ложной информации, которая, по словам присутствующих, подорвала авторитет руководства области в глазах казахстанцев. Диар Ахмечин, Болслоль Кенова, РТН. С 1 июля в Казахстане вступил в силу национальный стандарт по безопасности аттракционов. Теперь контролировать эксплуатацию каруселей и батутов будут Акиматы. Тем временем в Кузанайском областном суде накануне говорили о нашумевшем на всю республику Руднинском колесе обозрения. Отдел строительства и аппарат Акима Рудного подали частную жалобу с просьбой отменить решение экономического суда о приостановке работы аттракциона. Подробнее в следующем сюжете. Колесо обозрения в Рудном было открыто 1 мая этого года. Уже в середине месяца рудничане массово выкладывали в соцсети видео, на котором запечатлено местное чертово колесо с переворачивающимися от порывов ветра кабинками. Все, кольцо сделал. Три, четыре, пять. Это рудный детка. Капец мотает. 15 мая по решению экономического суда работа аттракциона стоимостью 330 миллионов тенге была приостановлена. Позже городской Руднинский отдел строительства и аппарат Акима подали частную жалобу в областной суд с просьбой отменить ранее принятое решение специализированного межрайонного экономического суда. Против запуска колеса обозрения были в общественной организации Центр защиты прав потребителей. Как представить, я бы сказал, заявление от истца 9-й ответчика в уважительности не ради судников. Несмотря на это, судья рассмотрел жалобу без их участия. Тем более, что судьба колеса обозрения заинтересовала многие средства массовой информации. Вернувшись из совещательной комнаты, судья Сергей Нуров вынес решение. Руководство из пункта первой части 6 статьи 429 ГПК РК определило определение специализированного межрайонного экономического суда Костановской области от 15 мая 2019 года по данному гражданскому делу оставить без изменений частные жалобы ответчиков без утворения. В соответствии с Конституцией, законные права жизни и здоровья людей, человек и гражданин являются высшей ценностью. Поэтому все, что связано с обеспечением безопасности людей, всегда было и будет приоритетом. Отметим, что основное дело по колесу обозрения рассматривается в экономическом суде, а именно все обстоятельства приобретения и установки аттракциона. Тем временем, с 1 июля в Казахстане вступил в силу национальный стандарт по безопасности аттракционов, согласно которому определены основные требования к аттракционам, а контроль за их обеспечением возложен на Акиматы. Теперь на контроле не только привычные аттракционы, но и батуты. Диара Ахмедчин, Наталья Луговская, Балсло Аликенова, РТН. На набережной 25-летия независимости кривую брусчатку исправят, а в общественном туалете все-таки проведут косметический ремонт. Все эти работы подрядная организация, которая и занималась строительством набережной, будет делать за свой счет. Подробнее расскажут мои коллеги. Проблемные участки на набережной 25-летия независимости будут устранены, заверили в Кустанайском отделе ЖКХ. По словам Алексея Тарасова, все недочеты были зафиксированы, и подрядная организация взяла на себя обязательство улучшить состояние набережной. Есть, скажем так, мелкие замечания в рамках гарантийного обслуживания. Это и провалы брусчатки, есть повреждения гранита на непосредственно лестнице, есть мелкие повреждения непосредственно на сцене. На данный момент закончены работы по ремонту лестницы центральной. Это она состоит именно из гранита. Был закуплен новый гранит, местами были сломаны, отколоты плитки гранитные. Сейчас это все поправили, новый гранит приклеили, швы замазали, заделали. По словам директора подрядной организации, все работы они завершат к 15 июля. Большая часть уже сделана, остался косметический ремонт общественного туалета, который находится прямо под сценой, и выравнивание брусчатки. Но Валентин Шиляев уточнил, что строительство набережной было качественным, а такие дефекты возможны. К тому же иногда причиной служат сами жители. Конечно же, где-то кто-то, ну, кому-то чисто просто хочется заняться вандализмом, где-то что-то увидели, допустим, плиточка чуть-чуть отошла, может быть. Он ее возьмет, специально ковырнет, она упадет. Ну, к сожалению, это общество. Здесь, как говорится, всех перевоспитать мы не можем. Также вот на сидячих местах были заменены некоторые дощечки, на которых сидят люди, то есть которые уже были совсем сломаны или там вообще оторваны. Гарантийные обязательства между отделом ЖКХ и подрядчиками действительны до 2021 года. Поэтому при возможном возникновении очередных дефектов они будут также устраняться в самой подрядной организации. Манербек Касколов, Камила Солкомбаева, РТН. Такими были события дня у меня. На этом все. До свидания.